Приветствую! В ремонте автомобильный радиоприемник Becker Europa с диагнозом перестал включаться. Фронтальная панель с ручками регулировки уже снята. Судя по латинским литрам на клавишах, устройство принимает L длинные, M средние, K короткие и U ультракороткие волны. Оно оснащено моноусилителем с разъемом для подключения только одного динамика или одной колонки. На крышках сверху и снизу есть гравировка по-английски, сделана в Германии 12 вольт минус на шасси с AFC, то есть с автоматической подстройкой частоты. Приемник был штатным в автомобилях немецкого производства начала 1970-х годов, в частности Mercedes. Замеряю сопротивление между контактами, на которые подается питание от клеммы зажигания, чтобы убедиться в присутствии неисправности. Включаю радио поворотом левой ручки со щелчком. Мультиметр DT9205A сигнализирует о коротком замыкании плюса питания на корпус приемника. Принципиальной схемы у меня нет, но усилитель построен на двух германиевых транзисторах AD156 и AD157, подключенных по двухтактной схеме. Вот примерная принципиальная схема усилителя. Таким образом, они усиливают каждый в свой полупериод положительную и отрицательные волны синусоидального сигнала. Чтобы вскрыть радиоприемник, нужно, подцепив, например, отверткой, поднять верхнюю и нижнюю крышки. Обе они металлические и полностью одинаковые. Оба транзистора фиксируются винтами на корпусе радиоприемника, который используется в качестве радиатора. Корпус транзистора AD156, который соединен с его коллектором, непосредственно контачит с корпусом устройства, то есть на него подается минус питание. А корпус транзистора AD157, на который подается плюс напряжение питания 12 вольт, изолирован от корпуса приемника с помощью диэлектрической прокладки, и сам он прикрыт пластиковой крышкой. Винты, которыми он фиксируется корпусу радио, также изолированы с помощью пластиковых втулок. Отключив провод от коллектора транзистора AD157 верхнего по схеме, разомкнул цепь питания, чтобы локализовать неисправность. Теперь включаю радиоприемник и наблюдаю подсветку шкалы настройки, поэтому делаю вывод о неисправности оконечного каскада усилителя мощности. Или транзисторы по какой-то причине постоянно открыты, или что вероятнее всего они пробиты. На данном контакте разъема с помощью наушника можно контролировать звук радиостанции, то есть приемный тракт исправен. С помощью заглушки этот контакт коммутируется со входом усилителя мощности. На него можно подать сигнал с внешнего устройства, например, подключить Bluetooth-адаптер. Кстати, если прозвонить между контактом, отключенным от коллектора выходного транзистора, на который подается плюс напряжения питания, и корпусом радиоприемника, мультиметр сигнализирует низкое сопротивление со значением около 17 Ом. К этой точке подключена лампа накаливания для подсветки через токоограничивающий резистор. Это значение и есть низкое сопротивление данного резистора. Для удобства замены обоих транзисторов нужно отсоединить от корпуса тыльную стенку. Я откручу два крайних винта, которыми она крепится к боковым стенкам, и три винта, с помощью которых фиксируется разъем для внешней антенны. Два винта на тыльной стенке, и одним винтом сверху прикручен общий провод для антенны. Отпаял сигнальный вывод антенны. От разъема, на который подается напряжение питания для управления выдвижной антенной, отпаял провод питания и резистор номиналом 820 кОм. От базы транзистора AD157 отпаял терморезистор, который закреплен тут же на тыльной стенке, и желтый провод, по которому подается входной сигнал. А от эмиттера отпаял черный провод, соединяющий с эмиттером транзистора AD156. Далее от эмиттера AD156 отпаял два черных провода. Один соединяется с эмиттером второго транзистора, а это выход сигнала. Он поступает на этот контакт платы, и далее на электролитический конденсатор, и уже через него на разъем динамика. Выпаял транзистор. К его базе были подключены один черный провод, это второй контакт терморезистора, и провод в черной оплетке с зеленой полосой. Эта обратная связь поступает на средний контакт этой платы. Также между базой и корпусом был впаян такой конденсатор емкостью 47 нФ. Транзисторы AD156 с PNP проводимостью и AD157 с NPN проводимостью представляют собой комплементарную пару. Они схожи по параметрам, но имеют отличный друг от друга тип проводимости. Мультиметр показывает короткое замыкание между коллектором и эмиттером у обоих этих транзисторов. Германиевые транзисторы в наши дни редкие, от них отказались в пользу кремниевых, поэтому цена на них высокая. Хотя если оценивать стоимость исправного радиоприемника в приличном состоянии на вторичном рынке вот, 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 то вполне можно раскошелиться на них. Устанавливать буду их менее мощные аналоги, соответственно AD162 и AD161, которые выпаял из рабочего автомобильного радиоприемника-донора. Транзистор-тестер определяет их проводимость и цикалевку, база-эмиттер-коллектор. Оценивает коэффициент усиления потоку в схеме с общим эмиттером. Заменил транзисторы для улучшения отвода тепла, нанес термопасту. Транзистор AD161 изолировал от корпуса с ледяной прокладкой и накрываю оригинальной пластиковой крышкой. Далее восстановил соединение проводника к центральному контакту антенны. С помощью винтов прикрепил этот контакт конденсатора к корпусу и общий вывод антенны. Также припаял резистор и провод с напряжением питания к данному разъему. Далее выкрутил этот винт и снял левую стенку. Под ней получил доступ к плате усилителя. Все элементы, включая регулятор громкости, размещены на ней. Только на тыльную панель вынесены мощные транзисторы оконечного каскада. Здесь обнаружил еще один пробитый транзистор типа BC328-16. У него закорочен переход база-коллектор. Таким образом, сигнал со входа поступает на его выход без усиления, которое требуется для раскачки выходных транзисторов. Тоже требуется его замена. Это маломощный транзистор PNP структуры. Менять буду на аналог BC327-40. Транзистор-тестер определил его параметры и цикалевку. С помощью оплетки демонтировал неисправный транзистор и впаял новый. Готово. Прикрепил на боковые винты тыльную панель и левую стенку радиоприемника. И с помощью защёлок зафиксировал нижнюю и верхнюю металлические стенки. Итак, подаю питание и включаю автомобильный радиоприемник Becker Europa. Имеется подсветка, это хороший знак. Теперь проверяю работоспособность радиоприемника. Я оцениваю мощность его усилителя в 6 Вт. Данный динамик с диаметром диффузора 12 сантиметров, но максимальной громкости уже хрипит. Но в итоге он работает. Все фото этого немецкого устройства по ссылке в описании видеоролика. Я благодарю вас за просмотр и вашу оценку. Всего наилучшего. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok